здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа черным по белому в студии я ведущий александр гурарье и со мной историк политтехнолог давид эдельман давид добрый вечер добрый и мы продолжаем разговор продолжаем цикл программ которые условно назвали история тайных обществ и сегодня мы поговорим о митре о боге легионеров о боге римлян о боге купцов разбойников кого там еще пиратов пиратов но пираты разбойники примерно одно и то же ну бог который вообще очень уникальный и очень этот оказал влияние на кучу разных вещей хотя о нем под как-то подзабыли ну потому что он растворился во многих вещах но прежде всего в христианстве и в христианстве да но этот конкурентом который он был и в котором он расставился вплоть до того что день так называемого рождества христова это вообще то день день рождения митры его праздновали как день рождения митры а потом христиане решили чтобы этот ну они заманивали к себе метроистскую аудиторию они решили чтобы не путать вот сделать это у них по разным подсчетам подходила поэтому 25 декабря это день рождения митры но оставивший свой след и в куче разных вещей но от начать я хочу с такого эпиграфа идиот киплинг который был масоном я вот делал цикл передачи о нем магии смысла но вот масонскую тему как раз не затрагивал а он этот был масоном и более того он переделал многие масонские такие мистерии ритуалы масонскую прозу и всех творения у него есть несколько таких масонских стихотворений вот одно из них она он посвятил митре митра владыка рассвета трубит горн твое торжество рим превыше народов но ты превыше всего утренний смотр окончен мы на страже затянут ремень митра ты тоже воин дай нам сил пережить этот день митра владыка полдня зная дрожь обжигает взгляд пылает шлем раскаленный как угли сандалии горят одолевает дремота привал но хотя бы на час митра ты тоже служивый помоги нам исполнить приказ митра владыка заката твой багрянец красен как кровь бессмертным в море садишься бессмертным зайдешь ты вновь теперь когда кончена стража в пору вина пригубить митра солдат ты тоже дай нам до рассвета дожить митра владыка полночи тебя для тебя умирает бык мы сыны твои мы во мраке это жертва владыки владык ты много дорог назначил увидеть как брежет свет митра великий воин научи нас принять свою смерть это в принципе как песня римского региона потому что митра в том числе стал вот как тайное общество именно она тайным общество мужским воином с ким союзом римских легионеров как это какой до перехода то есть переходные скажем так от греческих и римских богов к христиан это промежутки это вот на пороге нашей эры он возникла целый ряд так называемых религий света а гностических религий о которых мы говорим много говорили цикле передач посвященных библии и о которых наверное будем упоминать и в этом потому что это гностические тайные общества это религии света задавил главная задача которых помочь человеку избавиться от материального мира и присоединиться к божественному свету и вот один из таких религий была религия митроизм которая в определенный момент была главным конкурентом христианства в именно на западе в римской империи что такое митро митро в переводе древнеиндийского и персидского ну то есть это бог индоевропейских народов да он обозначает переводе дружба то что связывает это божество индоиранского происхождения связанное с дружественностью договором согласием и солнечным светом но для начала давайте зададим такой вопрос а митро в русском языке он чем остался то есть мы говорим вообще не упоминается митро чем он остался в русском языке на удивление очень многим ну самое первое что приходит в голову это митро это шапка кардинала она называется митро в честь митры шапка папа это в принципе тоже митро но она называется триара а митро это шапка кардинала а кардинал в курсе теперь словом митрополит это в принципе представитель митры в полюсе это митрополит но он дальше мы пойдем это есть версии что слова дмитр дмитрий одной из версий это происходит от митры по другой один метр но это не самое главное самое главное что митра митр в индийском языке был к внов и на изначально как ты была х а потом она исчезла и русское слово мир она открыт однокоренное слово митра имеет вот именно это же значение и митра у древних индусов его имя употребляли именно в тех двух смыслах которые существует слово мир мир как этот мир согласия между людьми и мир как некая общность но всем миром навалились весь мир мирка но вот это всем миром решили село собралось на скотку и так далее так что слово мир это тоже от слова митра кстати надо упомянуть что вы говорите как раз два разных слова ну да то есть мир вообще и мир это как шалом было доказано что вот во времена князя владимира перед переходом в христианство на руси среди вот этих вот идолов язычества в языческом пантеоне древней руси было огромное количество всяких древне иранских элементов и древне иранских богов и в том числе в руси бы на руси было почитание митры то есть в россии она дожила на несколько столетий больше больше чем в римской империи где она была закрыта но уже на фоне зародившегося христианства ну да но в россии их христианства еще не было а что касается в главного слова то дело в том что древне иранским митру иногда называли просто бага господин от этого русское слово бог оно европейского происхождения то есть бог он вообще-то митра ну и понятное дело что в таких именах как допустим владимир как доказывал русский филолог топоров есть слово митра он как мир то есть владеющий некой общностью и устанавливающий договорные это так далее теперь митра их три бога вообще-то мы говорим один ну их вообще три в трех лица нет он как раз таки а не в трех лицах он у каждой была отдельности он возник в древнем иране как иранский бог митра и варуна и они как взаимодополняющие друг друга сущности потом он стал богом ну потом одновременно иранских народов зороастризме зороатуштра его признал он был сыном арамузда вот ахурамазды главного бога и богом света богом солнечного света одновременно посредником между светом и тьмой и третьим он стал вот этот римский вариант кроме того есть под варианты типа армянского в армении он был достаточно этот на почитаем почитаемым богом теперь первый раз упоминание митра потому что есть книжка только митра и митра бог возникшен там эта религия митры возникла там первом третьем веке до нашей нашей эры в этот римской империи неправда это она была перенята римлянами и во многом изменена но она вообще-то возникла первый раз упоминается в 14 веке до нашей эры 14 век до нашей эры я прошу прощения до рассвета греческих городов государства до рассвета греческих городов государств но это и до создания иудаизма то есть 14 век до нашей эры договор между хетами и хурами двумя народами они подписывая мирный договор клянуться несколькими богами и в том числе митрой а бог хуры царь хуров склянется митрой что он будет соблюдать договор и митра это вот 14 век первое упоминание и митра это вообще-то божество договоренности божество договоров почему его допустим очень любили и уже в христианское время армянские купцы уже принципе уже существовало христианство и сам купец уже был христианин но у него на всякий случай в лавке висел знак митра на всякий случай еще также а почему его так любили купцы потому что вот представим себе такую ситуацию вот я прихожу к вам и говорю я вот у собрал решил собрать экспедицию там поехать накупить там товару привести сюда мне бы одолжить у тебя либо денег либо корабля либо еще что-то а с чего вдруг ты мне должен давать если ты знаешь что я последователь митра то ты знаешь что я буду держать слово потому что митра он наказывает за несоблюдение договоров поэтому хорошая религия нам бы сюда да поэтому митра это бог это бог вот именно договоренности и вот этот бог зороастриизма бог индусов вдруг оказывается у римлян как он оказался понятное дело что купцы там ездят по средиземноморье все нормально но цветы купцы а как он богом легионеров оказался то есть бог купцов ну так сказать жизненные понятия купца и жизненные понятия воина во все времена это были вещи вещи как-то несовместимые для воина этот а война это его родная стихия для купца это полное разорение дело в том что купечество тогда очень сильно совмещалась с пиратством вот потому что ну ты уже соблюдал корабль с товаром о чем не захватить чужой корабль по дороге вот и митра стал богом киликийских пиратов килики это такая область на юге турции на севере сирии и вот в этот появилась очень большая группа так называемых киликийских пиратов они очень сильно влияли на средиземноморье и до такой силы что по там свидетельствам историков того же плутарха какой-то момент они стали угрожать вообще могущество уже возникли ну там римской республики бегать переходом в империю не вначале римляне к ним относились сдержанно почему потому что киликийцы захватывали города на побережье набирали оттуда рабов а продавали рабов на римском рынке рим как растущее хозяйство постоянно нуждался в подвозе новых рабов войны были далеко не всегда рабы были нужны особенно умелые рабы которые захватывали из их диземноморских городов но это было в начале а потом киликийцы стали все больше и больше мешать римные пираты они разошлись так что они стали нападать на римские провинции и на города италии теперь тогда вопрос а вот сколько какая же у них была сила если верить плутарху то в момент когда они были на гребне успеха так сказать не было около 30 тысяч воинов по тем временам огромная армия это в принципе они это государство да то есть не вне каждое государство могла выстрелить такую армию 30 тысяч воинов тысяча кораблей и около 400 баз то есть это города которых они захватили в принципе их могущество заключалось в том что города по всему средиземноморью обязаны были платить им дань поставлять им рабов принимать их и киликийский пират там зная что он куда-то прибудет просто посылал впереди один из кораблей сообщал городу что он прибывает пожалуйста поставьте на берегу так сказать столы явства приведите молодых рабынь с плясками со всем остальным ну примите как следует как полагать и вот киликийские пираты они уже какой-то момент они зарвались у них стали паруса прошитые золотыми нитками так далее ну то есть они носили очень дорогие одежды и в то же время они были метроисты то есть они четко понимали что по зову если есть договоренность то все должны собраться в одном место и ударить я в одном кулаке римляне опять-таки какой-то момент вынуждены были замечать почему потому что они начали грабить и римские корабли причем везли себе а для меня уже понимаешь что они хозяева хозяева всего мира и тут это захватывается как плутарх описывает на них еще было своеобразное чувство юмора не захватывает какой-нибудь время корабль и там оказывается римский гражданин римский гражданин это вообще для любого города среди земноморья я римский гражданин да с почтением берут например паспорта у маяковского вот просто сказать я римский гражданин это обозначало что за мной стоит такой город лучше вам со мной не связываться пираты видя что там римский гражданин говорили ой прости нас они начинали падать перед ним на колени устраивали представление ой мы тебя отпустим конечно прости нас он начинал типа входить положение в тебя я прощаю после чего они этот надевали на него тогу опускали лестницу среди моря и говорили уходи он начинал там отмекиваться не вопроса сбрасывали в море и так получали себе удовольствие один раз они даже умудрились захватить юлия цезаря молодого юлия цезаря которые плавал по морю они его захватили и потребовали выкуп ну 20 талантов но цезарь и вообще удивил самого начала он сказал так 20 талантов за меня это мало поэтому на него значили простите 50 я отправлю людей там соседние города и они соберут действительно он взял на это там по моему 40 дней за 38 их собрали а время которое он был у пиратов он единственно просил чтобы они ему не мешали во время сна потому что он высокопоставленный пленник за которого будет такой выкуп он сочинял стихи и речи и читал их от того что они плохо слушали или смеялись над его греческими стихами или греческой просьбе писал он по-гречески понятное дело как культурный человек к культурную римляне а из-за того что они смеялись он им сказал вот за это вы профаны вы невежды вы невежды вы я очень презираю вас не за то что вы пираты а за то что вы настолько невежественные людей потом я вас всех этот когда я освобожусь я соберу корабли я вас всех казню распятие они над ним подсмеивались и зря подсмеивались потому что когда прибыли 50 талантов он их заплатил он послал в разные города они же пришли прислали корабли уже послал всех своих друзей которые были с ним он после корабли он собрал новую команду да нагнал пиратов разбил вернул свои деньги забрал все их деньги а все их команды он распял и все было бы ничего если бы если бы ни одна вещь они стали блокировать подвозку зерна они стали блокировать подвозку зерна и тогда Риму стал угрожать голод потому что понятное дело что зерно привозилось из северной Африки в которой то время была не пустыня Сахара а цветущий край и вот они этот из северной Африки приходило зерно и римляне вынуждены были принять специальный закон 68 года который давал диктаторские полномочия над всем средиземноморья полководцу который будет назначен а это был гней помпей великий то есть великий помпей помпей он получил войско он получил корабли и он получил право распоряжаться всей собственностью находящейся на средиземноморье на 75 километров от берега уничтожить как бы границу территориальных вод очертили да уничтожить пиратов считалось невозможным но помпей сказал я не буду за ними гоняться по морю я уничтожу их базы на берегу и вот подняв войско он стал ну он оказался для городов которые не хотели согреться с пиратами гораздо страшнее пиратов он уничтожал их базы и заставлял города то есть угрожал городам что если вы будете помогать пиратам из страха бойтесь не их бойтесь меня и он очень быстро этот укоротил пиратов захватив их базы просто оставил их в море и потом побеждал их побеждал и побеждал до тех пор что в конечном итоге часть он распял но он поступил очень милостиво и у огромную часть пиратов он призвал в римскую армию свои легионы и вот от этих пиратов в римской армии начинается новый культ культ митры то есть они принесли и римские солдаты посмотрев как действуют пираты они это то вдруг поняли что это оказывается клево и этот культ начинает очень быстро распространяться в римской армии и римская армия оказывается в ситуации когда вот есть официальные римские боги но в них уже давно никто не верит и время и так далее есть разные культы там допустим кибелы добрые богини и так далее которые вроде бы как-то не входит в список официальных богов есть бог который распространяется среди римских легионов и для того чтобы стать во многих регионах воины не впустили бы если бы он не явился митроистом не последовательным а почему а потому что вот представьте себе римский строй о римлянах говорили что неважно сколько войск есть у противника если римский регион если римский манипул колонна наступает то она проходит через противника как через как нож через масло а почему потому что она настолько выстроена и она идет и теперь представьте себе что если бы кто-нибудь в этой колонии испугался иначе бы метаться то скорее всего ничего такого этот ну вот он бы образовал брешь в эту брешь может броситься противник при наступлении опять-таки в обороне когда несется вражеская конница ну да и на нее даже сверху там с вертолета смотреть просто на табун жеребцов который несется это же они поднимают были а тут несется конница еще могла сидят на сверху люди с оружием в латах и так далее несется вражеская конница но если легионеры в колонии выставят копья и будут стоять и никто не дрогнет то вот этот ряд копий уткнется внутри коням и они отскочит они отобьют первую атаку и а удастся победить поэтому очень важно чтобы римский воин был бы чтил эту договоренность чтобы он был из это из метроистов с один за всех все за одного да и поэтому очень быстро по римскому миру начинает распространяться культ митры и обряд митра убивающий быка мы его встретим его встречаем памятниках по всему средиземноморье от англии до я не знаю берегов этот восточных берегов средиземного моря а что это был за культ и как его праздновали как его соблюдали сами римские легионеры мы поговорим в следующем передаче спасибо спасибо большое я напоминаю что мы беседовали с историком политехнологом давидом эйдельманом наша программа подошла к концу но продолжение следует всего доброго до свидания